друзья всех приветствую с вами интернет-магазин antelife.com.ua меня зовут александр перед вами смартфон от компании leago моделька называется shark 1 shark называется наверное скорее всего из-за того что эта модель огромная по размеру своему 6 дюймов поставляется эта модель в черном в белом и в золотом цвете все технические характеристики представлены вот здесь поставляется смартфон вот в такой вот большой коробке и выглядит это все вот таким вот образом это действительно огромная модель 6 дюймовый и огоу shark 1 по комплектации давайте рассмотрим здесь есть наушники вот такого стандарта вакуумная плюс комплекте есть вот такие вот затычки также есть зарядка зарядка у нас имеет вот такие технические характеристики эта зарядка быстрая быстрая то есть смартфон заряжается от нее очень быстро она имеет там переменные токи так далее ну и вот в этой коробочке у нас представлена документация производителя представлен usb разъем и скрепка для того чтобы мы смогли открыть наш смартфон коротко о том что это за смартфон модель это выпущена как конкурент моем понимании трем смартфонам точнее двум это у киталка 6000 pro это ulefone power и вот выпустили lego shark 1 все эти смартфоны построены на базе мтк 6753 урезанного восьмиядерного процессора все они имеют 3 гига оперативки и кто 16 кто 32 устроенной памяти в данном случае lego shark 1 имеет 6 дюймов дисплей это самый большой экран среди конкурентов и в принципе модель очень интересно и давайте рассмотрим все по порядку с лицевой панели нас встречает 6 дюймовый большущий огромный дисплей он имеет технологию 2 и 5 д это скругленное стекло защита у нас от царапин от ударов представлена в виде gorilla glass 3 технологии сверху у нас 5 мегапиксельная фронталка датчики приближения освещения разговорный динамик и индикатор пропущенных действий событий сенсорных кнопок у нас вот так вот нет он очень классно выглядит с лицевой панели но когда мы его включаем у нас эти сенсорные кнопочки расположены непосредственно на дисплее об этом тоже немножко позже сверху у нас есть разъем для наушников и второй микрофон с этой грани качелька громкости вверх вниз кнопка включения выключения снизу разъем micro usb и микрофон и с этой грани у нас только разъем для sim карт и карты памяти сзади модель представлена вот в таком вот виде пленочку не буду снимать здесь есть вот такой вот большой динамик есть дактилоскопический отпечаток сканер пальцев грубо говоря 12 мегапиксельная камера и вспышка касаемо того что у нас здесь поддерживается за sim карты принципе здесь на картинке все показано рассказано это две микросим либо одна микросим плюс карта памяти поэтому таким вот образом это все в смартфоне работает сразу скажу что ну уже основным недостатком который я выделил для себя это то что здесь процессор empty key 6753 это урезанный процессор особой производительности от него ждать не стоит поэтому вот так вот и рассказываю в hd дисплей 13 мегапиксельная камера 3 гигабайта оперативки 16 встроенных можно поставить карточку памяти скорее всего карта памяти потянет и 32 и 64 8 ядер по 1 и 3 гигагерц мульти тач у нас здесь пятиточечный 5 мегапиксельная фронталка под датчиком есть датчик приближения гироскоп есть датчик освещение магнитное поле ориентация приближения и все по тестам antutu данная модель набирает 29 тысяч 790 баллов и прошивка у нас здесь официальная от компании лига у есть у нее всякие интересные плюшки интересности сама прошивка выглядит вот так вот номер сборки прошивка модуля связи доступно обновление системы но моделька относительно новая и пока что через обновление системы к нам ничего не прилетает на самая последняя по что хорошего что плохого в этой прошивки но во-первых есть давать довольно таки большой выбор тем которые мы можем менять это всегда хорошо то есть они оффлайн находятся но и множество огромное множество различных красивых заставок и так далее кстати говоря экран у нас full hd ips матрица экран от компании lg и экран очень очень хороший первый раз когда взял в руки словил себя на мысли был в такой в темной комнате словил себя на мысли блин какой же он яркий стоял он на середине яркости я думал что это максимум и а потом зашел открыл и убедился действительно в том что он очень яркий цветопередача отличная картинка просто шикарная мне экран очень нравится обижает то что производитель но не потрудился до конца и в настройках присутствуют различные такие плюшки на английском языке все стандартное все то что вот обычно на русском все на русском и есть но вот такие вот моменты вот как сейчас вот это все на английском и это неприятно скорее всего с обновлениями это все будет на русском но нужно будет немножко подождать обновления будут приходить автоматически через вайфай ничего нигде руками прошивать дошивать будет не нужно из того что мне понравилось это во первых то что есть здесь датчик как датчик чтения ставится он как интеллектуальный режим он здесь написан если я смотрю на смартфон и что-то на нем делаю вот у нас появляется сверху такой вот глазок это именно тогда когда я смотрю на смартфон и что-то там читаю допустим какой-то текст что-то еще он нам не позволяет тушить смартфон даже если у меня стоит спящий режим на 15 секундах он не заблокирует смартфон если я буду что-то делать глазами двигать читать заниматься не дотрагиваясь до экрана вот как в данном случае уже скорее всего прошло я посмотрю ровно на экран и вот сейчас я отвожу глаза и у нас сразу же смартфон практически тухнет вот такие вот дела есть различные датчики есть датчики сенсоры управления и так далее в смартфоне присутствует сканер отпечатков пальцев он располагается как всегда в большинстве случаев на не очень удобном месте и отпечатков пальцев как бы ничем особым не отличается от других смартфонов нужно настраивать несколько отпечатков и возможно тогда он будет более менее работать но тем более в таком вот месте по ощущениям от размера смартфон я могу сказать что в принципе мне размер подходит не чувствую я каких-то неудобностей с этим размером в руке лежит отлично очень приятно смотреть такую большую картинку очень приятно смотреть различные ролики в ютубе поиграть в игрушку очень приятно и в интернете очень удобно серфить в играх кстати говоря вот эта вот панелька сенсорных кнопочек этих которые располагаются они программные даже они даже не сенсорные она очень хорошо настраивается ее можно запрятать ее можно потом точно так же вызвать ее можно в настройках смартфона перенастроить где какая кнопка будет то есть это все тоже реализовано очень неплохо из того что заметил по багам в прошивке плохо работает фонарик он вроде бы включается но сразу же выключается по прошествии какого-то времени этот фонарик просто сам выключается решается все очень просто ставится стороннее приложение фонаря и все отлично запускается ничего нигде не выключается и все супер то есть проблема есть но такая очень очень незначительная даже не буду записывать ее в минус в этом смартфоне это 6 300 миллиампер часов это большущая диагональ это 6 дюймовый full hd дисплей и я тестировал это все естественно как всегда и вот какие результаты у меня получились значит по скриншотам по автономности у меня в антудо тестере набрал он 9489 баллов я считаю что для для 6 дюймового для full hd для mtk 67 53 это очень и очень хороший результат до модели которые там аукет лк 6000 асу зенфон макс они держат дольше но там нет full hd там нет 6 дюймов и там нет это этих восьми ядер поэтому для данной модели шикарные результаты это лучшее что вы сейчас сможете найти на рынке gps и поддерживает здесь глонас спутники они работают они схватываются все происходит очень шустренько быстренько и никаких проблем вы тоже с этим иметь не будет по играм могу сказать сразу то что этот процессор никогда не был супер производительным mtk 67 53 он имеет 8 ядер с частотой 1 и 3 это не производительное железо то есть в игры какие-то поиграть вам не получится то есть в игры в основном получится поиграть во все но в самые требовательные в самые производительные вот например как asphalt 8 на максимальных настройках графики не получится с комфортом поиграть потому что смартфон будет просто тупить лагать если поставить вот у меня сейчас стоят настройки на самых максимальных качество изображения реклама на самых максимальных вот сейчас посмотрите как он будет играть кстати говоря кнопочки я спрятал их можно легко заставить появиться но также легко и убраться отсюда и давайте запущу вам трассу и посмотрим как же этот смартфон воспроизводит игру в общем по игре вы сами видели что производительности ему не хватает но могу вас заверить что другие игрушки более простенькие будут без проблем воспроизводится на данном смартфоне по поводу звука я кстати не сказал о звуке внешний динамик вот этот вот большой ну большая решетка это хорошее звучание он очень громкий хороший мне все понравилось наушниках тоже шикарный звук принципе можно с легкостью слушать хорошими вакуумными наушниками все играла очень и очень красиво и сладко камера у нас 13 мегапиксельная основная 5 мегапиксельная фронтальная видео записывается в формате full hd если честно немножко неудобно реализован интерфейс камеры для меня есть про режим в котором мы можем играться с различными настройками наверное все таки привыкаешь к этом к этим настройкам к этому режиму можно менять яркость в процессе более глубокие настройки про режимы очень интересны ну то есть для любителей фотографии для любителей поделать хорошие красивые снимки будет очень интересно в целом считаю что камера очень достойная даже без каких-либо особых настроек в автоматическом режиме смартфон делает неплохие снимки качество довольно-таки хорошее автофокус тоже работает очень и очень хорошо картинка всегда сфокусировано в принципе все вот это вот то что я хотел вам рассказать о данном смартфоне в прошивке есть много интересных различных виджетов которыми можно играться особого внимания заслуживает встроенный сразу же в прошивку для инфракрасного порта которые работают просто шикарно настраиваются любые любые устройства домашние кондиционеры телевизоры и ресиверы и так далее заметил что в лиогау тестировал последнюю модель лиогау элит 5 ты-то точно такая же была программа все супер запускалась пробовал настроить инфракрасный порт когда этого встроенного приложения не было и очень затруднительно найти вот эту ту самую программку которая будет распознавать всю технику который с которой работать одно удовольствие поэтому здесь это тоже достоинство плюс поэтому компания лиогау выпустила очень интересный продукт в принципе слабых сторон у него просто-напросто нет к слабым сторонам можно отнести урезанный процессор mtk 6753 можно отнести также то что эта модель для кого-то большая но опять же это фишка данного смартфона как бы тут такое дело что именно вот в этом и плюс недостатком можно отнести то что фонарик заводской прошивки не очень хорошо работает но это опять же решается установкой стороннего приложения сторонние программки шикарный аккумулятор хорошая камера прошивка не полностью на русском языке но опять же это вот можно отнести к недостаткам но мы ждем прошивок мы ждем обновления через вай фай и все будет отлично работать без каких-либо проблем я в этом уверен поэтому практически идеальный смартфон лиога шарка дина кула к вашему вниманию был представлен интернет-магазин amante life ком ей заходите к нам на сайт покупаете лиогау цена на него менее 200 долларов что тоже очень и очень неплохо а не то что даже менее 200 долларов в районе 180 примерно около того эта моделька сейчас продается подписывайтесь на канал заходите к нам в группу оставляйте комментарии пишите вопросы под этим видео на все что смогу всем отвечу спасибо всего доброго